В предыдущем видеоролике я пытался покрасить яйца вином, и у меня это не получилось. Жена мне на это сказала, вот такие яйца никто не красит, надо красить белые яйца. Я хотел как лучше, брал домашние, но, увы, получилось хуже. Теперь я беру два белых яйца, кладу в кастрюльку и заливаю красным вином. На самом деле очень жалко вино, потому что оно израсходуется, и ставлю вариться на газ. Параллельно готовлю ужин, ну и слежу, когда вино закипит. Время от времени поливаю яйца сверху, чтобы они были полностью в вине. Чтобы вино меньше выкипало, я накрою крышкой, и закипит быстрее, и меньше будет выпариваться. Лук еще не пожарился, а вино уже кипит. Открывайте вино аккуратно, потому что может загореться, пары могут сделать возгорание. 10 минут варим, и также поливаем яйца тем же вином, которым оно варится. В общем, 10 минут прошло, выключаю газ, открываю крышку. И, в общем-то, яйца можно оставить до утра, но я хочу, чтобы они были полностью в вине. Видите, не хватает здесь вина, чтобы полностью накрыть, поэтому я их достаю, перекладываю в бокал, так называемый. И сейчас аккуратненько, чтобы не разлить, заливаю тем же вином. Оставляю на ночь. А теперь, внимание! Прошло уже много часов, целая ночь, и еще несколько часов будем доставать и смотреть, что из этого всего получилось. Второе где-то там должно быть. Ага, ну, пока что они темненькие, не черные, но темненькие. Под наклоном у меня тут пенек. Протру их насухо, посмотрим, может, все же действительно какой-то будет ошеломляющий результат. Теперь я их покажу поближе, ну и подведу итог всей этой затеи. Да, яйца покрасились, и они даже блестят, но все равно они у меня не получились такими красивыми, как у других блогеров, которые делают то же самое. И у них прямо черный бархат, который переливается серебром. У меня, ну, что-то вот такое. Блестит, покрашено неравномерно. И попробую-ка я его протереть сейчас. Оттирается, не оттирается. Да, все это дело можно, в принципе, оттереть. Конечно, начисто не очистится, но покрасить белую рубашку оно тоже может. Может, собака тут пришла, тоже посниматься в видео. Второе яйцо. Видно, что покрасилось и блестит. Здесь не прокрасилось, но именно этой частью яйцо прикасалось к стенке стакана, который я назвал бокал. Хотите знать, что я об этом всем думаю? Такой способ покрашивания пасхальных яиц это дорого. Купи яйца. Кстати, они должны быть именно белыми. Купи вино. Оно должно быть сладким или хотя бы полусладким. И посчитайте, в какую сумму вам это выйдет. А если у вас еще не получится то, что вы ожидаете, тогда вы вообще сильно расстроитесь. Мало того, что яйца испортите, свои пасхальные, так еще и вино переведете. По мне, так лучше пасхальные яйца делать каким-нибудь старым проверенным способом. Сварить их в каком-нибудь чае, там, каркаде, или в шелухе от лука репчатого. И все будет у вас замечательно. А вино, его лучше выпить, ну или сделать из него глинтвейн. А не портить его на варку яиц. На этом все. С вами был пасхальный Бонифаций. Теперь, что у нас внутри. Когда вы чистите яйцо, такой вид, ну, вас вряд ли порадует. Разломаем его, ну, а дальше все нормально. Не знаю, или у меня яйца неправильные, или вино недостаточно сладкое. Может быть, руки кривые, но не получается то, что получается у других. Блин, тут же яйца варились. Подговорю же, испортил вино.